Я говорю вам это, чтобы вы поняли, от меня ничего не нужно скрывать. Я не привык верить. Правда только моя. Я знал, чтобы не казалось правдой, в реальности всё наоборот. Менталист — человек, использующий остроту ума, гипноз и силу внушения. Мастер управлять мыслями и поведением. В этом ролике поговорим про сериал «Менталист» и его главного героя Патрика Джейна. Сериал интересен расследованиями преступлений. Они — основной сюжетной крыка с каждой серией. Но гораздо больше в сериале привлекают не сами расследования, а тот, кто их проводит и какими методами он это делает. Патрик Джейн — человек остроумный, убедительный, харизматичный, проницательный и в то же время наглый, непредсказуемый и местами занощивый. За это его любят и уважают. Эй, он разоблачил копа, сверг с трона судью. Он нам очень помог в этом деле. Но нередко Джейн своим поведением выводит других из себя. Если бы можно было емко сказать «гениальный, но раздражающий», мы бы просто сказали «Патрик Джейн». Несмотря на непростой характер, Патрик оценит за коммуникативные навыки, умение проводить переговоры и находить выход из любой ситуации. Многие из вас давно просили меня разобрать сериал «Менталист». Учитывая мою личную любовь к этому сериалу и даже то, что когда-то он стал основой создания этого канала, я решил разделить его на две части. В первой части в этом выпуске я хочу сконцентрироваться на следующем. Насколько правдоподобны те психологические методы и приемы, которые Патрик Джейн использует в расследованиях, и имеют ли они место в реальной жизни? Какие навыки и умения помогают Патрику Джейну быть на шаг впереди и выходить победителем из любой ситуации? В этом ролике я отвечу на эти вопросы, а также объясню, что общего между расследованием преступлений и проведением переговоров в реальной жизни. Вместе мы проанализируем поведение менталиста и выведем правила, которыми он пользуется в коммуникации и которые приводят его к решению трудных задач. И самое главное, в конце я расскажу, как стать менталистом в современном мире и почему этими навыками должен владеть каждый. Давайте уже, наконец, начинать. Прежде чем перейти к разбору коммуникативных приемов Патрика Джейна, важно обсудить вопрос создания сериала в целом, так как это влияет на ход повествования. У многих зрителей при просмотре хотя бы раз возникал вопрос, а насколько вообще то, что показано в сериале, соответствует действительности? Можно ли сказать, что методы, которые использует Патрик при расследовании преступлений, будь это холодное чтение, манипуляции, гипноз и прочее, работают также эффективно в жизни и всегда помогают достигать поставленных целей? Давайте обо всем по порядку. Начнем с обсуждения метода под названием холодное чтение. Это реальная техника, которую часто применяют медиумы, экстрасенсы и иллюзионисты. Цель этой техники – создать видимость того, что один человек знает о другом больше, чем есть на самом деле. Человек, практикующий холодное чтение, высказывает общее суждение и наблюдение человека и внимательно следит за его реакцией. Вам приятно, что ваша лучшая подруга пополнила на 5 килограммов? Вы жалеете, что не были в молодости более безрассудны? Вам нравится Индия, но вы там не были? У вас проблемы со сном? Как правило, используются суждения, которые имеют статистически высокую вероятность оказаться верными. Подобный феномен еще называется эффект Барнома, который очень активно распространяется в разных предсказаниях типа астрологии, хиромантии и других подобных дисциплинах. Далее, в исполнении Патрика Джейна, если догадка оказалась неверной, то внимание переносится на другую тему. Если же догадка оказалась верной, внимание на ней застряется. Патрик Джейн часто использует эту технику при общении с подозреваемыми и свидетелями. Я вас не понимаю, вы что, телепат? Нет, просто я внимателен. Холодное чтение может оказаться крайне эффективным, особенно если исполнитель знает психологию и внимателен к деталям. Однако это умение нельзя назвать сверхъестественным. Но в сериале холодное чтение преподносится так, будто Джейн лишь по отдельным фразам и небольшим крупицам данных считывает правдивую информацию о человеке. В реальности этот метод требует большой подготовки и не всегда есть гарантия, что он сработает. Даже хороший психологический тест может состоять минимум из 100 вопросов. Тот факт, что Джейн умело использует холодное чтение, можно списать на его опыт. Он, можно сказать, с детства обманывал людей, изучал их поведение и реакции. И благодаря этому опыту и практике он добился таких результатов, что в целом может иметь отголоски с реальностью. В периодически своей работе Патрик Джейн использует гипноз. Минутку отдохнуть, отвлечься, закрыть глаза, отключиться от проблем. Суть этой психологической техники в том, чтобы поместить сознание человека в особое состояние, в котором он больше подвержен внушению. Гипноз используется для облегчения различных психологических и физических проблем, например, стресса или фобий. Однако тот гипноз, который часто показывается в этом сериале и в других шоу, когда человека буквально можно перепрограммировать, не соответствует научным представлениям о гипнозе. Гипноз не может заставить человека делать что-то против его воли или что-то, что для него нехарактерно или неприемлемо. Так что тот гипноз, который нам показывают в этом сериале, не всегда соотносится с реальностью. В сериале нам также показывают, как Патрику удается распознать ложь по микровыражениям и жестам человека. Микровыражения — это короткие, зачастую неосознанные выражения лица, которые могут выдавать истинные чувства человека. Невербальные сигналы тоже могут уступать определенными сигналами чувств собеседника и его состояния. Безусловно, тренировка распознавания микровыражений может быть полезна в коммуникации. Но сами по себе мимикой жеста не могут говорить о лжи. Нет такого жеста, который бы точно указывал на то, что человек врет. О том, как именно Патрик Джейн определяет, когда человек лжет, а когда говорит правду, я расскажу чуть позже. Часто мы видим, как в расследовании преступлений Патрик использует предельную внимательность и наблюдательность. Сам по себе этот навык правдоподобен. Безусловно, есть люди, которые обладают крайне высоким уровнем наблюдательности, который помогает им обращать внимание на мельчайшие детали. Следователи, психологи и люди других профессий годами тренируют свою способность к наблюдению. Однако достичь уровня наблюдательности менталиста, когда каждая деталь замечена, интерпретирована правильно, может быть крайне сложной задачей в реальной жизни. Еще один психологический прием, который Джейн использует в работе, это манипуляции. В правдоподобности манипуляции сомневаться сложно. В реальной жизни они окружают нас повсюду. Некоторые люди становятся настоящими мастерами манипуляций. К примеру, рекламщики, продавцы часто применяют психологические уловки, чтобы влиять на решение покупателей или потенциальных жертв. И это работает на 100%. Помимо виртуозного использования психологических техник, мы можем видеть, что часто в сериале обстоятельства складываются в пользу Патрика. Он нарушает закон мелочах и по-крупному, и при этом выходит сухим из воды. Что это, если не допущение, которое сценаристы делают специально для Патрика? Поздравляю, вы снова консультант КБР. И это не единственный пример. В конце третьего сезона Патрик думал, внимание спойлер, что убил Кровавого Джона. Он ошибся, но человек, которого он убил, был опасным преступником. Поэтому в суде Патрика признали невиновным и освободили. Жюри присяжных признала Патрика Джейна невиновным по всем пунктам. Выходит, что когда дело касается Патрика, ему позволено чуть больше, чем остальным персонажам. Но в этом и суть его характера. Он в целом позволяет себе больше и не всегда его стесняет рамки закона или морали. В то время как я явно умнее. Методы, которые менталисты используют в своей деятельности, хоть и имеют корни в реальности, в сериале могут быть приукрашены и продиктованы сценарием. Авторы представляют Патрика как человека, обладающего незаурядными способностями. Техники, которые я перечислил выше, хорошие навыки для межличностной коммуникации, продажи, деловых переговоров. Если же речь идет о расследовании реальных преступлений, они могут стать дополнительным, но не единственным преимуществом. Одним словом, применение психологических техник коммуникации имеет место быть. Но важно обладать достаточным опытом, чтобы применять их правильно. Что же касается правдоподобности процедуры самих расследований, в этом вопросе авторы старались приблизиться к истине настолько, насколько могли, для того, чтобы это смотрелось интересно. И даже привлекали к работе консультантов. Авторы признают, что достигнуть стопроцентной достоверности крайне сложно. Но менталист — это не сериал про полицию и расследование преступлений, как это может показаться на первый взгляд. Это всего лишь формы, которые используют авторы, чтобы рассказать историю о человеке, преследуемом своим прошлым. Однако, все же есть одна вещь в реальности, которой трудно усомниться. Если внимательно проанализировать поведение менталиста в разных сферах, коммуникации, можно заметить, что ключевой момент в его жизни — это переговоры. Это могут быть переговоры с преступниками, свидетелями, коллегами по работе, в общем, с кем угодно. И механизм расследования преступлений во многом очень похож на механизм проведения переговоров в жизни, в том, как он выстраивает коммуникацию. Давайте остановимся на этом моменте поподробнее. Итак, в чем же заключается схожесть между проведением расследования и проведением переговоров? Что общего в механизмах этих действий и как менталисты используют это знание в свою пользу? И расследование, и переговоры состоят из нескольких этапов. Первый этап можно назвать исследование. Попадая на место преступника, Патрик внимательно осматривает его в поисках улик и других подсказок, которые помогут ему понять, что произошло. Точно так же, когда мы готовимся к переговорам или любому другому общению, мы первым делом изучаем фон вопроса, стремимся понять, в каком месте будет проходить общение, кто будет в нем участвовать и какие могут возникнуть трудности. Сначала мы прощупываем почву, на которую пройдут переговоры. Точно так же, как менталисты следуют ситуацию, с которой будет иметь дело. Это важно для понимания контекста происходящего. На втором этапе Джейн стремится выявить всех возможных подозреваемых, понять, кто может быть причастен к совершению преступления, а кто оказался на месте случайной и неинтересен расследованию. Черт возьми, что это? Ничего не напоминает? А должно? В мире коммуникации – это как определить ключевых игроков за столом, кто из них реально может влиять на исход ситуации, кто будет принимать финальные решения, с кем важнее всего иметь дело. О, его… его все любили. Душа компании. Несомненно. Вы не согласны? Можно ли быть любимым всеми? Но его ценили. На третьем этапе Джейн пытается понять, почему преступник поступил именно так, в чем заключался его мотив, какую выгоду он преследовал. У него всегда есть несколько возможных версий. Менталист выбирает наиболее вероятную, исходя из обстоятельств. В переговорах этот этап соотносится с тем, как мы пытаемся понять мотивацию нашего собеседника. Чего он на самом деле хочет, какую цель преследует, что боится потерять. Со сколькими клиентками спал Кузьменко? Простите. Вы сказали, он был обаятельным красавцем, наверняка кого-то присмотрел. После этого Джейн вникает в детали совершения преступления, которые трудно заметить с первого взгляда. Возможно, какая-то подробность ускользнула от него, но принимая во внимание мотивы преступника, Джейн замечает и ее интерпретирует в рамках расследования. Переговоры, в которых участвует Джейн, всегда тщательно проработаны. Он планирует их заранее и стремится предугадать каждый ход. Аналогично, в переговорах в жизни, зная мотивацию другой стороны, мы разрабатываем стратегию, чтобы добиться наилучшего результата. Наконец, на последнем этапе менталист ищет следы подготовки к преступлению, а также пытается просчитать наперед следующие шаги преступника – предсказать его действия. В сфере переговоров мы также пытаемся предсказать и подготовиться к возможным маневрам оппонента. Патрик Джейн на любую коммуникацию смотрит как на переговоры, в которых нужно выявить мотивы оппонента, просчитать его шаги и выработать стратегию действия. За счет этого у менталиста большой опыт в этом деле, и он умеет извлекать из переговоров выгоду и добиваться нужного результата. Те, кто не умеет вести переговоры и простое общение, как Патрик Джейн, могут упускать много возможностей и часто оказываются под влиянием окружающих. Владея мастерством переговоров, Патрик Джейн показывает, что можно добиться практически всего и находить компромиссы даже в самых сложных ситуациях. Теперь подумайте, сколько из вас считают, что стать таким умелым манипулятором, переговорщиком, как Патрик Джейн, невозможно? В сериале все это, конечно, выглядит ярко и захватывающе, но я хочу предложить вам знания и навыки, которые хоть и не окружены киношным гламуром, но могут быть применимы в повседневной жизни и позволят вам стать лучше в коммуникации, без всяких приукрашиваний. Лично мне понадобилось более 10 лет изучения психологии поведения и методов общения, чтобы сформировать концепцию менталиста в современном мире. Это не просто персонажи сериала, это человек, который умеет управлять своей жизнью, общаться с окружающим миром на новом уровне и постоянно развивать свои навыки. И я создал авторское обучение, где разбираю все аспекты этого искусства. Этот курс действительно уникален. Я старался сделать его особенным среди других материалов, которые доступны в интернете. Чтобы действительно стать мастером в области переговоров, необходима, безусловно, практика и понимание основных принципов взаимодействия с людьми. И я хочу дать вам реальные инструменты и методы, а не киношные трюки. Эти знания могут пригодиться вам в различных жизненных ситуациях, помогая эффективно общаться и достигать своих целей. Чтобы узнать больше, в описании этого видео вы найдете ссылку на регистрацию в боте. Помимо всей информации о курсе, вы получите два подарка от меня. Первый – это тест на ваш уровень переговоров, после которого вы получите рекомендации по его улучшению. А второй – это гайд по переговорам и коммуникациям, который я создавал две недели. Ну а пока предлагаю продолжить наш разбор и узнать, как в переговорах Патрику удается сохранять контроль над ситуацией и не поддаваться внешнему давлению. Какие коммуникативные приемы он использует. И как именно Патрик быстро раскрывает преступления и опережает своих коллег. Давайте разбираться в следующем разделе. При расследовании преступлений Патрик руководствуется рядом правил. Эти правила нигде не записаны и не закреплены. Они – результат многолетней мошеннической деятельности Патрик, его опыта обмана и контроля поведения людей. Но если раньше Патрик использовал свое умение читать человека как способ нечестного заработка, то после личной трагедии он переносит его в продуктивное русло. Он находит полезное применение своего таланта. Какие правила использует Джейн в своей работе? Первое правило – находиться в эпицентре событий, но наблюдать со стороны. Когда Патрик участвует в расследовании, он, как правило, держится немного подаль от места событий. Часто впереди него идут Лизбон или другие агенты. Патрик дает знать о своем присутствии, но не переходит к активным действиям, пока не окинет взглядом всю ситуацию. Такой метод наблюдений позволяет Патрику расширить угол зрения и увидеть всю ситуацию целиком. В то время, как каждый агент занимается только своей областью расследования, Патрик наблюдает за всеми элементами одновременно, что позволяет ему сразу складывать детали пазла в общую картину. Только после этого Патрик делает выводы о том, что произошло, при каких обстоятельствах и по каким причинам. Я вас не понимаю. Вы что, телепат? Нет, просто я внимателен. Патрик предельно внимателен ко всему. Он не только умело выхватывает детали из потока событий, но и видит глобальную картину целиком на общем плане. Второе правило менталиста – наблюдать за людьми. Тут важно все. То, как человек держится, куда смотрит, рядом с кем стоит, как разговаривает и с какой интонацией. Но это придаточные сведения, которые дополняют основные. Самое главное – увидеть реакцию человека на ту или иную информацию. Именно по реакции человека Патрик понимает, когда человек лжет, а когда говорит правду. Невиновный дал бы мне по морде. Юлия из бесполезна. Лишь виновный отреагировал бы так на столь наглый шантаж. Причем Патрик не скрывает, что его действия направлены на вызов реакции. В одном из эпизодов он намеренно показывает нескольким подозреваемым орудия убийства – перо – и наблюдает за эмоциональным откликом. Патрик неспроста сначала наблюдает, а потом вступает во взаимодействие. Он выхватывает реакцию человека. Однажды, посмотрев, как вы лжете, я могу точно определить, говорите ли вы правду. При этом Патрик, зная про это правило, мастерски читает людей, но другим не позволяет читать себя. Это правило он использует и как нападение, и как защиту. Каким же образом действует защита? Патрик смотрит за реакцией собеседника и прекрасно понимает, что оппонент делает то же самое. Поэтому в разговоре Патрик свою реакцию не показывает. Он будто не отвечает на вопрос собеседника. Обходит его, но впитывает слова. Я знаю, зачем вы здесь. Вы ждете, когда очнется Леннон. Очень интересно. Когда в него стреляли, вы были рядом? Как он себя чувствует? Таким способом Патрик защищается от манипуляций и продолжает удерживать лидирующую позицию в диалоге. Третье правило можно сформулировать так. Подходящий момент – это неподходящий момент. Очень часто Патрик действует неожиданно, чтобы застать оппонента врасплох. Техники переговоров Джейны не всегда стандартны, но его глубокое понимание человеческой психологии делает его настоящим мастером своего дела. Сам, будучи подготовленным к разговору, он пытается подловить собеседника в момент, когда тот наиболее уязвим. Но не спрашивать же в лоб. Но именно так чаще всего Патрик и поступает. Так это вы влезли в мой офис и украли у меня список подозреваемых? Вы убили Джонсона. Что? Нет. Ты убил туда Джонсона? Нет. Со сколькими клиентками спал Кузьменко? Простите. Это правило перекликается с предыдущим. Задавая неудобный и провокационный вопрос быстро и неожиданно, Патрик наблюдает за реакцией. Важно понимать, что он не просто задает вопрос, он задает правильный вопрос, что позволяет ему добиваться нужной информации. Четвертое правило. Приходить на беседу подготовленным, то есть снабженным информацией. Это может быть допрос, опрос подозреваемых, разговор с коллегами или даже обычная беседа. Но для любой ситуации правило неизменно. Приходя на встречу, Патрик уже знает о собеседнике и много подробностей, использует их как рычаг давления. При этом, если кто-то делает так же по отношению к Патрику, для него это достаточно убедительно, чтобы согласиться с доводом из собеседника. В конце концов, не только Патрик ходит на встречу подготовленным. Если оба собеседника информационно подкованы, выигрывает тот, кто знает больше мелких, но значительных подробностей. Жен выкрасил вашей жене ногти на ногах. Да, он накрасил ее же кровью. Полиция не разглашала этого, так? Откуда вы узнали? Пятое правило. Уметь переубеждать других, но никому не позволять переубедить себя. Может показаться, что умение Патрику убеждать людей – это дар. Но на самом же деле Патрик знает, что чтобы убедить человека в чем-то или заставить его что-то сделать, важно подобрать к человеку ключ – дать или отобрать у него желаемое. Хэнк, а знаете, кто всегда оказывал на меня здоровое влияние? Лежбин. Исключено. Что ж, тогда ожидайте очередных бед. Но при этом Патрик не подается переубеждениям других людей. Если он решил, что нужно поступить каким-то образом, он доведет дело до конца. Он виновен. Тебя надули. Возможно. Хотя я так не думаю. Это же правило применяется по отношению к манипуляциям. Патрик умеет манипулировать другими, и им трудно сопротивляться. Но не позволяет другим манипулировать собой. Хочу тебя кое-кому свозить. Кому? Я не скажу. Ты пытаешься меня заморочить? Нет. Я же вижу. Но Тереза не так изящна в искусстве манипуляции, как Патрик, поэтому Джейн быстро понимает, в чем дело. Лизбан отвезла Патрика к девочке, которая напомнила ему его дочь. Не ожидал, что ты опустишься до столь грубого манипулирования. И с одной стороны, называя манипуляцию, обличая ее, Патрик делает контроль над собой со стороны Лизбан слабее. Но с другой, по сути, манипуляция Лизбан сработала, так как Патрик все-таки взялся за дело. Патрик поддался на манипуляцию, потому что в голове у себя понял, что кроме расследования нового дела ему ничего не грозит. В других ситуациях он бы так поступать, скорее всего, не стал и не позволил бы манипулировать собой. Для Патрика быть менталистом значит контролировать свои эмоции, мысли и действия. Он распознает манипуляции, обезвреживает их и использует для себя во благо. Шестое правило. Ложь – эффективный инструмент влияния. Ложь сама по себе имеет негативную окраску и рассматривается людьми как нечто плохое. Так как Патрик часто лжет или не договаривает, этим он многих раздражает. Из-за этой особенности за ним закрепилась репутация лгуна. Когда он говорит, сложно понять, что правда, а что ложь. Давай ты пропустишь все, что хотел наврать мне и сразу расскажешь, что собираешься делать. Но дело в том, что Патрик на своем личном опыте знает, что иногда правда гораздо хуже лжи. Много лет назад на телевизионном шоу он сказал, как думал правду о кровавом Джоне, но сказал ее свысока. И это стоило ему жизни его жены и дочери. Поэтому теперь Патрик свысока говорит ложь. Так он выигрывает гораздо больше. Для него ложь – важная часть психологической защиты. Но стоит оговориться, что Патрик врет не просто, чтобы самоутвердиться за чей-то счет или потешить свое эго. Ложь – это инструмент достижения цели. Когда Патрику нужно выйти из тюрьмы, он врет о своем финансовом состоянии, чтобы вступить в игру. Нужен залог? Чтоб мы знали, что ты расплатишься? О, не проблема. У меня есть куча имущества, есть коллекция старинных авто, миллиона на два с половиной потянут. Откуда нам знать? Седьмое правило частично перекликается с предыдущим. Не нужно выдавать всю ценную информацию сразу. Это нужно делать постепенно и порционно. Патрик никогда не раскрывает всех карт моментально. Ты не сказал мне, что поедешь сюда. Лорелея была здесь? Да. Черт, Джейн! Но я не знал, что она тут будет. Я шел по зацепке. О которой ты мне тоже не сказал. Я рассказываю тебе 30%. Это не значит, что я вру. А перекликается это правило с предыдущим, потому что для многих людей недосказанность тоже считается ложью. Практически в каждой серии, даже в тех, которые не связаны с Кровавым Джоном, Патрик что-то замышляет, но не рассказывает, что именно. Тебе назначили залог в миллион долларов. Но это не проблема. Как только соберу деньги, я сообщу. Как ты их соберешь? Придумаю что-нибудь. Из-за него непросто вытянуть ответ, если сам Патрик не считает, что пора что-то сказать. Но Патрику важно не рассказывать все сразу, потому что люди, которые владеют информацией, могут нарушить его план. Может быть, Патрик и не лжет в прямом смысле этого слова, но людям просто психологически не нравится ситуация неизвестности. А Патрик часто ставит людей в такое положение. Да, иногда я посылаю непонятные сигналы. Это мой недостаток. Выходит, что это правило с точки зрения расследования эффективно, но с точки зрения общения оно делает Патрика человеком, который многих раздражает. Не выдавать всю информацию важно еще и потому, что другие люди, узнав что-то от Патрика, могут попытаться остановить его и не дать осуществить задуманное. Патрик не может позволить другим помешать ему, поэтому это правило еще и способ защиты своих идей и намерений. Но откуда вообще Патрик черпает информацию? Ответ в восьмом правиле. Вся информация на поверхности. Патрик часто черпает информацию о жертвах преступлений, подозреваемых из того, что буквально лежит на поверхности. Он смотрит на обстановку в доме, на фотографии, бумаги и документы, письма в почтовом ящике. И действительно, о человеке можно сказать многое. Достаточно просто порассуждать, почему вещи в его комнате лежат так, а не иначе. И почему эти вещи, а не какие-то другие. Это простой, но действенный и информативный метод сбора данных. Интересно, что правила, которыми пользуется Патрик в своей работе, тесно взаимосвязаны и вытекают друг из друга. Помните, мы с вами говорили про крайнюю степень внимательности к мелочам и общим планам? Из этого следует правило номер 9. Важно обладать широким кругозором и знаниями в разных областях. А широкий кругозор при должной внимательности развивается естественным образом. Иногда кругозор Патрик удивляет. Он, зная то, к чему, казалось бы, не имеет отношения, В одном из эпизодов люди пытались скрыть свою принадлежность к Тайнному Клубу с помощью шифра. О значении цифр сложно догадаться, если вы человек извне. Но и тут Патрику помогает кругозор. Патрик впитывает любую окружающую информацию, даже ту, которая может показаться незначительной. Он внимателен вплоть до того, что обращает внимание даже на запахи. Следующее правило. Патрик действует без боязни ошибиться и рискует. Мышление менталиста устроено следующим образом. Он развивает какую-то версию, и у нее есть всего два исхода. Либо он прав, либо он не прав. При этом Патрику вполне легко признаться, что версия, которой он придерживается, неверна. Боюсь, что в резюме не слово правда. Простите. Прощаю. Я сам его проверял. Тогда я не прав. Если Патрик оказывается неправ, это не бьет по его самолюбию. Вариант, в котором он ошибся, это всего лишь еще одна версия, которую тоже нужно проработать. Причем, как правило, Патрик делает это заранее, вместе с той версией, которая придерживается. Вы спятили. Если я ошибся, мы не найдем орудие убийства, и я пристану идиотом. Такая свобода позволяет менталисту развивать любую версию, даже ту, которая кажется невероятной. В первом сезоне Патрику удалось доказать невиновность посудимого, хотя все улики указывали на его виновность. Джаред Ренфрю был найден возле трупа Унди на Капецке в запертой комнате с окровавленным ножом в руке. Однако в вопросах расследования дела Кровавого Джона Патрик действует осторожнее. Но и там он осмеливается рисковать и разрабатывать самые неожиданные версии. Но даже если он не убийца, он может лгать о своем знакомстве с Кровавым Джоном. Тоже возможно, но я должен рискнуть. Что мне остается? Но иногда Патрик все-таки и ошибается по-крупному. В таком случае вступает в силу следующее правило. Нужно нести ответственность за свои поступки. Патрик был убежден, что убил Кровавого Джона. После произошедшего он тут же сдался без сопротивления. Этот поступок – его ответственность. Если Патрик взял на себя право решать, кому жить и кому умереть, он готов понести ответственность за это и не скрываться от правосудия. Я сделал то, что должен был сделать и готов за это ответить. Да, Патрик иногда юлит нарушает правила и поступает так, как хочет. Но от ответственности он точно не бежит. Есть еще одно правило менталиста, которым стоит упомянуть. Представьте, если бы иностранный агент Юри Дудь брал интервью у Патрика Джейна и задал бы вопрос. В чем сила? Патрик бы непременно ответил в памяти. Память моя подобна темнице Лизма, но факт, что попал в нее, остается в ней навеки. Память – крайне важный ментальный процесс, на котором, пожалуй, основываются практически все правила, которые я перечислил ранее. Без способности эффективно запоминать и фильтровать информацию Патрик не смог бы называться менталистом. Память – не что-то феноменальное. Она подобна мышце, которую можно натренировать. Что и случилось с Патриком в ходе многолетней практики мошенничества и благодаря использованию специальных техник запоминаний, такие как дворец памяти, о котором он упоминал в одной из серий. Благодаря этому навыку Патрик смог вспомнить имена людей, которым когда-то жал руку, чтобы составить список подозреваемых на имя Кровавого Джона. Я вспомнил имена 2164 человек, которым пожал руку после убийства моих жены и дочери. Но есть одно самое важное правило, без которого остальные абсолютно бесполезны. Это забыть о правилах и уметь импровизировать. Хороший ясновидец должен уметь импровизировать и извлекать пользу из всего, что попадет ему в руки. Каждая новая ситуация уникальна. И было бы глупо думать, что можно действовать по одному шаблону. Патрик выучил много неписанных правил управления людьми. Но снова и снова ему нужно заново их пересобирать, пересмыслять и составлять новую комбинацию действий, которую он ранее не использовал. В то время как агента бюро старается работать по накатанной, что особенно видно по Лизману, которая стремится всегда следовать уставу, Патрик извлекает информацию и уже исходя из имеющихся условий составляет план действий. Патрик, как никто другой, знает, как важно подбирать ключ каждому человеку отдельно, а не пытаться действовать со всеми одинаково. Помимо решения конфликтов и умения договариваться, Джейн демонстрирует глубокое понимание эмоций других людей, благодаря своему эмоциональному интеллекту и эмпатии. Главное правило и главный трюк Патрика — гибкость, умение подстраиваться под ситуацию, понять человека и действовать, исходя из предлагаемых обстоятельств. Патрик Джейн — настоящий виртуоз коммуникации и переговоров. Он настолько проницателен, что многие люди объясняли это не иначе, как сверхспособностями Патрика. Конечно, менталистов можно назвать людьми со сверхспособностями. И к сверхспособностям можно смело отнести все те умения и навыки, которые большинство людей не используют каждый день почему-то. Но это вовсе не значит, что научиться этому невозможно. Быть менталистом означает не только читать людей, но и держать под контролем эмоции и предсказывать последствия своих действий. Не только в расследовании преступлений, но и в переговорах, в глобальном смысле Патрику помогает несколько элементов. Наблюдательность. Патрик Джейн обладает выдающейся наблюдательностью и способностью замечать детали, которые ускользают от других. Он не лишен эмпатии и стремится понять собеседника. Джейн не только активно слушает собеседника, но и умеет давать правильные ответы, которые ведут к решению. Плюс к этому Джейн обладает пониманием того, как работает психология поведения человека. И самое главное, каждый раз, оказываясь в новой ситуации, он, с одной стороны, руководствуется знакомыми психологическими техниками, а с другой проявляет гибкость и умение подстроиться под обстоятельства. Это была первая часть разбора сериала «Менталист», которая посвящена искусству переговоров и психологическим техникам. Но основной сюжет, образующий элемент сериала, заключается все-таки в поиске Кровавого Джона, опасного серийного преступника, который убил жену и дочь Патрика Джейна. В скором времени на канале выйдет продолжение этого разбора. Во второй части я подробно расскажу о личной трагедии Патрика Джейна, проанализируя противостояние «Менталиста» и Кровавого Джона. Я подниму на поверхность то, что Патрик сам тщательно пытался скрыть от нас. Какие травмы и душевные раны он прятал за маской безразличия, и удалось ли ему залечить эти раны и продолжить жить дальше. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть ножа впереди. Переходите по ссылке в описании в боте и получайте гайд, и проходите тест по переговорам, и увидимся в следующем выпуске.